16 июля 1338 года. Молодой английский король Эдуард III Плантагенет готовился отплыть со своей армии из портового города Уолтон. Причина для военных сборов была, по мнению Эдуарда, исключительно благородной. Несколько лет назад его династические притязания на корону Франции были грубо попраны, и французский престол отошел некому Филиппу Валуа, имевшему на него гораздо меньше прав. Казалось бы, ничего особенного – обычный династический спор, ставший для феодальной Европы почти что нормой жизни. Однако в этот раз династическая политика была лишь ширмой, за ней скрывались более фундаментальные англо-французские противоречия, которые в конечном итоге привели к череде изматывающих военных конфликтов. Ставшие классикой европейской военной истории, сегодня они известны под единым наименованием «Столетняя война». Отправной точкой для причудливого переплетения исторических судеб Англии и Франции стали события середины XI века. В 1066 году северофранцузский феодал Вильгельм Нормандский высадился с армии на южно-английском побережье, разгромил англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона в битве при Гастингсе и стал королем Англии, сохранив под своей властью герцогство Нормандия в Северной Франции. В итоге сложилась парадоксальная ситуация. В качестве герцога Нормандии Вильгельм признавал сузеринитет короля Франции, но как король Англии имел с ним равный феодальный статус. Иными словами, английский король был полновластным владыкой на острове и французским вассалом на континенте. В XII веке английские континентальные владения стали яблоком раздора между Англией и Францией. Во времена правления Генриха II Плантагенета их территориальный охват достиг своего пика, в десятки раз превысив размеры личных владений французского короля. Из-за того, что Генрих происходил из семьи Анжу, историки впоследствии назовут его державу Анжуйской империей. И все же юридический казус продолжал существовать. На территории Франции Генрих оставался вассалом Людовика VII и должен был приносить ему клятву верности. В последовавшие десятилетия короли Франции сделали все возможное, чтобы разрушить Анжуйскую империю. Наибольших успехов в этом добился преемник Людовика Филипп II, получивший от современников почетный титул «Август». Пользуясь поочередно дипломатическими и военными методами, Филипп смог за два десятилетия отобрать у плантагенетов большинство их владений на континенте, за исключением юго-западной оконечности королевства Английской Гасконне. Гасконь, богатый край виноделия, ремесла и торговли, обладала для английской короны исключительной важностью. К концу XIII века плантагенеты получали из нее до 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, сумму, близкую к общим среднегодовым поступлениям в казну со всей Англии. Особую ценность представляли пошлины на вино. Гасконские вина дважды облагались пошлинами в пользу королевской казны при вывозе вин из Бордо и при ввозе их в Англию, что давало около 12 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Впрочем, выгоды от монопольного доступа на английский рынок покрывали для гасконцев любые издержки. Под властью плантагенетов Гасконь процветала, и ее население плотно связало свою историческую судьбу с английским королевством. Когда же в конце XIII – начале XIV веков французы попытались силой отобрать герцогство, то наткнулись на упорное сопротивление местных феодалов и городских коммун, готовых с оружием в руках отстаивать свои тесные экономические связи с Англией. Напряженная ситуация в Гасконье не оставляла сомнений, что рано или поздно французский юго-запад станет причиной и местом масштабного военного конфликта между Англией и Францией, а потому противоборствующие монархи активно занялись поиском союзников. На Пиренейском полуострове французы смогли обеспечить лояльность Наварре, а в 1288 году заключили антианглийский военный союз с крупнейшим игроком в регионе – королевством Кастилия. Возникновение этого союза автоматически сближало Англию с еще одним соперником Франции и Кастилии – королевством Арагон, которое в конце XIII века стремительно превращалось в мощную средиземноморскую державу. И хотя союзный договор между двумя странами в итоге не был оформлен на бумаге, теоретически Арагон можно было считать союзником английской короны. Помимо Пиренейского полуострова противоборствующие монархии развернули активный поиск союзников и в других направлениях. Гораздо более ценного партнера, чем Кастилия, французы нашли на севере. В конце XIII – начале XIV веков Шотландское королевство отчаянно сражалось с англичанами за свою независимость, что привело к оформлению Франко-Шотландского военного союза в 1295 году. Французская корона теперь могла рассчитывать, что в случае большого военного конфликта Шотландия обязательно нападет на Англию с севера и Плантагенетам придется сражаться сразу на два фронта. Англичане, в свою очередь, попытались привлечь на свою сторону графа Фландрии. Помимо естественного стремления найти противовес Франко-Шотландскому союзу, усиление интереса к Фландрии имело причины стратегического характера. Английская шерсть и английские корабли стали ключевым условием развития сукноделия, ведущей отрасли фламандского ремесла. Городские коммуны Ипра, Гента и Брюги, неразрывно связанные с английскими купцами, занимали жесткую антифранцузскую позицию, а потому Фландрия стала для англичан удобным плацдармом для вторжения во Францию. И, наконец, нельзя забывать о двух ключевых фигурах средневековой европейской политики – Папе Римском и Императоре Священной Римской Империи. В 1309 году началось так называемое «авиньонское пленение пап». Резиденция Святого Престола переместилась из Рима в Авиньон, где французские власти могли легко контролировать избрание нового понтифика. В связи с этим профранцузская ориентация Папы не подлежала сомнению. Германские императоры, наоборот, придерживались в основном проанглийской линии. Таким образом, давние противоречия между английской и французской коронами в начале 14 века не были разрешены. Более того, столкновения интересов Англии и Франции в Гасконе и Фландрии сделались глубже, чем прежде, обретя прочную экономическую основу. На международной арене англо-французское противостояние привело к образованию крупных военно-политических группировок вокруг стран-соперниц. Западная Европа стояла на пороге масштабного военного конфликта, и для его начала не хватало лишь искры. Непосредственным поводом к началу войны стал династический кризис во Франции. Все три сына Филиппа IV, Людовик X, Филипп V и Карл IV, по очереди побывавшие на престоле, не оставили после себя наследников. После смерти Карла IV, последнего представителя династии Капитингов, регентом королевства стал его двоюродный брат Филипп Валуа. В мае 1328 года Филипп созвал ассамблею французской знати для решения вопроса о престолонаследии. Его притязания на корону основывались на том, что он был внуком одного французского короля и двоюродным братом трех других французских монархов. Однако дело осложнилось тем, что права на престол предъявила родная сестра Карла IV, Изабелла, жена английского короля Эдуарда II. По всем правилам наследования Изабелла имела больше оснований претендовать на престол, однако ее кандидатура встретила резкий отпор, ведь еще ни разу во Франции не правила женщина. Отказ династическим притязаниям Изабеллы французские аристократы обосновали правилами солического закона, согласно которому наследственное земельное держание не могло передаваться по женской линии. Представители Изабеллы заявили на ассамблее, что если существует правомерное основание, запрещающее взойти на французский трон женщине, то эта причина не может иметь отношение к ее сыну Эдуарду, ближайшему родственнику Карла IV мужского пола. Однако его кандидатура даже не рассматривалась. Менее всего французские аристократы желали, чтобы престол достался представителю английской правящей династии. Королем был провозглашен Филипп Валуа, вошедший в историю, как Филипп VI. Отвергнутый Эдуард, однако, и не думал отказываться от своих династических претензий. Коронованный в 15-летнем возрасте, он начал по-настоящему править Англией через три года. В 1330 году, отстранив от власти свою мать королеву Изабеллу и ее фаворита лорда Мортимера. В 30-х годах 14 века Эдуард интенсивно готовился к военному конфликту за французскую корону, нанес ряд поражений шотландцам и заключил официальный союз с германским императором. Филипп VI готовился к войне менее энергично. Успокоительным образом влияли на французский двор два обстоятельства – гарантированная поддержка папы и прочно укоренившееся представление о непобедимости французской рыцарской конницы. Пользуясь тем, что Эдуард увяз в шотландской войне, французский король в мае 1337 года объявил о конфискации Гаскони. Во Франции явно недооценивали готовность Англии к крупному конфликту, полагая, вероятно, что дело может и на этот раз закончиться очередной локальной войной на Юго-Западе. Однако назрело время решающего столкновения по всем спорным проблемам. Представив себя жертвой происков со стороны Филиппа Валуа, Эдуард выдвинул притязание на французский трон и объявил войну Франции. Чтобы подкрепить свои претензии, Эдуард приказал включить эмблему дома капитингов «Королевские лилии» в свой королевский герб. В Париже геральдические махинации Эдуарда были расценены как прямое оскорбление французской короны. Это означало, что войска двух королевств должны были неизбежно встретиться в непримиримом военном противостоянии на полях сражений. За те 300 лет, пока формировался клубок англо-французских противоречий, военная организация в обоих королевствах претерпела серьезные изменения. Старый способ комплектования армии – сбор феодального ополчения, когда сюзерен призывал войско своих непосредственных вассалов, остался в прошлом, и на смену ему пришла более четкая контрактная система. Письменный контракт заключался от имени короля с капитаном отряда, нанимавшегося на службу в армию. В нем оговаривались все детали – срок, место и условия службы, состав и численность набираемого отряда, дата и место сбора, размер жалования, питание, размер премии в конце службы, компенсация за потерянных лошадей, оплата за перевозку снаряжения и условия, относящиеся к преимуществам войны, к примеру, кто кого может брать в плен и кто кого должен из плена выкупать. Жалование всего отряда выплачивалось его капитану, который уже потом распределял деньги между своими подчиненными. Наличие контрактной системы стало главным сходством английской и французской армии накануне Столетней войны. Однако были и значимые отличия. Во французском войске ключевым элементом оставалась тяжелая рыцарская конница. Закованные в броню всадники поистине царили на полях сражений, а их сокрушительный натиск не раз приводил французов к победе. Единственным черным пятном на почти безупречной репутации французского рыцарства стала битва при Куртре 1302 года, когда фламандские ополченцы, к изумлению всей Европы, смогли выстоять против натиска тяжело вооруженных всадников за счет твердой дисциплины. Впрочем, во Франции это поражение не воспринимали всерьез, считая лишь досадным недоразумением. Упор на рыцарскую составляющую войска привел к тому, что французские пехотные части обладали низкой подготовкой. Понимая это, французы предпочитали нанимать пехоту из-за рубежа. К примеру, охотно на французскую службу поступали наемные арбалетчики из Генуи и других итальянских городов-государств. В отличие от французов, в английской армии роль тяжело вооруженных всадников, наоборот, постепенно уменьшалась. Причинами стали банальная нехватка земель для знати, а также сложности ведения войны в горах Шотландии и Уэльса. На фоне упадка тяжелой конницы заметно возросла роль другого вида войск – стрелков, вооруженных знаменитым длинным луком. Это мощное, в то же время дешевое оружие англичане переняли у валийцев, и оно быстро распространилось по всей стране. Согласно Ордонансу 1252 года, приобрести длинный лук и еженедельно практиковаться в стрельбе из него должны были все подданные английского короля, кто имел в собственности земельный участок стоимостью хотя бы в два фунта стерлингов. Таким образом, в Англии сформировался обширный резерв умелых лучников, готовых в любую минуту выступить на войну. Впрочем, краеугольным камнем английской военной тактики длинный лук станет лишь непосредственно накануне Столетней войны. Именно тогда англичане научатся в полную мощь раскрывать главные достоинства нового оружия – его высокую скорострельность до пяти-шести выстрелов в минуту и возможность вести массовую стрельбу по области. Для этого пешие лучники располагались по флангам войска, а промежуток между ними занимали пехотинцы-копейщики и спешенные рыцари. Когда же противник начинал приближаться к английским позициям, на его фланге обрушивался сконцентрированный град Стрел, из-за которого боковые подразделения сдвигались ближе к центру, сужая фронт. Именно так и произошло в сражении англичан шотландцами при Халидон-Хилл в 1333 году. Обладавшие численным преимуществом шотландцы отправились в атаку и вскоре попали под ливень стрел, из-за чего обратились в бегство, едва достигнув английских позиций. Новая тактика оказалась настолько эффективной, что соотношение потерь выглядело пугающе. Шотландцы при Халидон-Хилл потеряли не менее тысячи человек, англичане — 14. Впрочем, битвы с шотландцами были всего лишь разминкой. Вскоре английским лучникам придется столкнуться с прославленным французским рыцарством. Несмотря на официальное объявление войны, боевые действия в 1337 году не выходили за рамки разведывательных операций и прибрежных рейдов. Английская корона в те годы испытывала хронический недостаток средств, из-за чего завершить подготовку к войне у Эдуарда получилось лишь в августе следующего 1338 года. Вторгаться с армией во Францию уже было поздно, а поэтому по прибытии в Антверпен король использовал освободившееся время для дипломатических шагов. В Нидерландах он заручился поддержкой местных феодальных правителей, после чего проследовал в Кобленц, где в сентябре император Священной Римской империи Людовик Баварский провозгласил Эдуарда сюзереном всех императорских фьефов западнее Рейна. Даже неуклюжий отказ Эдуарда поцеловать ногу щедрого императора не испортил праздничной церемонии. Следующий год ознаменовался первым внушительным вторжением английской армии в Северную Францию. Продвигаясь по Пикардии, английский король, как отметил хронист Уолсингем, предал огню тысячу деревень и произвел большие опустошения. Однако дальше этого дела не пошло. Известие о приближении французской армии заставило Эдуарда остановиться. Обе армии замерли по приказу государей, которые стали обмениваться обличительными письмами и угрозами вызова на поединок. Филипп VI был осторожен. Победа в сражении не принесла бы ему серьезных выгод, в то время как риски были велики. В свою очередь для Эдуарда война на истощение была губительна. Его нидерландские союзники уходили к себе домой, а долги росли с угрожающей скоростью. В итоге финансовое положение короля ухудшилось настолько, что в брюгге Эдуарду пришлось заложить собственную корону, оставить в заложниках нескольких знатных аристократов и королеву Филиппу, а также пообещать, что если он возвратится на континент без денег, то сам станет заложником у банкиров. Объявившись в Лондоне в феврале 1340 года, Эдуард задействовал все свое красноречие, чтобы убедить парламентариев в необходимости нового экстраординарного налога. Колоссальные военные расходы короля уже начинали вызывать массовое недовольство в Англии, а потому Эдуарду нужно было в кратчайшие сроки навязать французам сражение. Возможность вскоре представилась. В июне 1340 года, когда Эдуард вместе с казной и подкреплениями был готов выйти в море, до него дошли сведения, что французский флот направляется к Слюису, чтобы перерезать пути снабжения для английской армии на континенте. Несмотря на возражения своих советников и адмиралов, Эдуард решительно двинул свой флот на перерез французскому. 24 июня 1340 года англичане подошли к фламандскому побережью и увидели вдали корабли противника, выстроенные в три защитные линии и скрепленные друг с другом железными цепями. Эдуард тоже расположил свои корабли в три линии. Причем каждый корабль с абордажными командами на борту сопровождали по бокам два корабля с лучниками. Дождавшись прилива и попутного ветра, Эдуард перешел в решительное наступление. В разгоревшейся баталии англичане абордажем захватывали корабль за кораблем, в то время как лучники вели залповую стрельбу, посылая во французов градстрел и буквально сметая их с палуб. При виде такого избиения во второй и третьей французских линиях началась паника. Финальным аккордом стал неожиданный удар фламандских сторонников Эдуарда в тыл французской флотилии. Оказавшись в тисках, только семнадцать из двухсот французских кораблей смогли покинуть место баталии. Достигнутый при Слейсе военный успех требовал развития, однако кампания 1340 года на суше оказалась неудачной. Английские войска вместе с союзниками медленно продвигались по Фландрии, а предпринятое ими осада города Турне затянулось. Осложнилась и международная обстановка. На севере вновь активизировались шотландцы, а папа Римский смог при помощи политических интриг разрушить союз Эдуарда с Людовиком Баварским. Все это в сочетании с продолжавшимися финансовыми затруднениями заставило английского короля согласиться на пятилетнее перемирие. Фактическим продолжением войны в условиях официального перемирия стали в этот период столкновения в Бретоне. В апреле 1341 года скончался бездетный герцог Бретоне Жан III, который, находясь на смертном одре, намеренно отказывался назвать своего наследника, тем самым дав толчок к началу династического кризиса. Оказывая помощь двум претендентам на герцогский титул – брату усопшего феодала и мужу его племянницы, Филипп VI и Эдуард III боролись за важнейший стратегический плацдарм в поставленной на паузу англо-французской войне. В 1341-1343 годах в Бретоне шли активные боевые действия, завершившиеся успехом Англии. В 1345 году Эдуард, обезопасивший границу Шотландии, возобновил военные действия. На юго-западе Франции английская армия с боями прошла до Ангулема, осадила город и завладела им. Одновременно англичане одержали еще одну победу над французским войском в Бретоне. Контрудар французской армии был нанесен лишь весной следующего 1346 года. Но уже в июле, прежде чем французы смогли закрепить наметившийся успех на юго-западе, большая английская армия во главе с самим Эдуардом высадилась на севере Франции. Широта театра военных действий и их интенсивность свидетельствовали о более решительных намерениях английского короля. Последующие события подтвердили это. Английская армия быстро продвигалась по Нормандии, опустошая и разрушая все вокруг. Первое серьезное сопротивление она встретила в Кане, который был взят, разграблен и предан огню, в результате чего Эдуард, по словам хрониста, получил большое богатство. Грабежи местного населения были вдвойне выгодны Эдуарду. Они не только улучшали его финансовое положение, но и наносили репутационный ущерб Филиппу Валуа, выставляя его неспособным защитить подданных от насилия. Двигаясь по левому берегу Сены, обходя стороной укрепленные города и опустошая незащищенные поселения, войско Эдуарда 12 августа достигло пригородов Парижа. Французский хронист Жан-де-Венетт, очевидец событий, писал, что с крепостных башен французской столицы были тогда видны бесконечные дымы пожаров. Филипп тем временем прибывал с армии к северу от Парижа, где выслушивал всевозможные советы по поводу того, что следует предпринять в сложившейся ситуации. Король действительно находился в затруднительном положении. Надежда на то, что у Эдуарда кончатся деньги, явно не оправдалась, а боевые действия в Бретоне и Гасконе не сулили быстрого успеха. Тем временем Эдуард, проведя демонстрацию силы у стен Парижа, с боем переправился через Сену и повел войска через Пикардию в направлении Фландрии. Пикардия тоже была подвергнута опустошению. Продвижение английской армии сопровождалось пожарами, убийствами, разграблением деревень и городов. Только в конце августа, когда Эдуард придал огню множество селений на правом берегу Сены, Филипп решился атаковать английскую армию. После многолетней маневренной войны две армии, наконец встретились в Северной Франции, недалеко от деревни Криси-Ан-Пантьё. Подыскивая подходящее место для битвы, Эдуард остановил свой выбор на долине, простиравшейся на северо-восток от Криси-Ан-Пантьё. Долину пересекал широкий и длинный холм, который представлял собой естественную оборонительную позицию. Одним боком он спускался к старой римской дороге, другим – к лесу. Неровные склоны сильно усложняли любую атаку, направленную на англичан, а деревни, расположенные по обе стороны от холма, препятствовали фланговым охватам. Кроме того, король еще сильнее укрепил свою позицию, повелев вырыть множество ям по всему фронту, а на левой оконечности холма расположить телеги из обоза. До сих пор ведутся споры о том, какова была численность армии Эдуарда в сражении при Криси. Считается, что при высадке в Нормандии армия Эдуарда достигала 15-16 тысяч человек, хотя это число со временем уменьшилось на 15-20% из-за небоевых потерь. Из дошедших до Криси 12 тысяч англичан, 4,5 тысячи по всей видимости приходилось на рыцарей и тяжело вооруженных пехотинцев, 4 тысячи на легкие вспомогательные части, а оставшиеся 3 с лишним тысячи на стрелков из лука. Стоит, однако, помнить, что такие оценки носят условный характер. Известно, что армия Эдуарда состояла из трех крупных соединений, называемых баталиями. Передняя линия англичан формировалась из двух полностью спешенных баталий, одной из которых командовал граф Арандал, а другой — сын и наследник короля Эдуард Вудсток, получивший прозвище «Черный принц». Английские лучники были сконцентрированы на флангах и в промежутке между баталиями, а их позиции были намеренно выдвинуты вперед, чтобы расширить угол обстрела. На крайней левой оконечности своего построения Эдуард поместил несколько примитивных огнестрельных орудий. В полевом сражении их боевая ценность была почти нулевой, однако грохот выстрелов мог вызвать у врага замешательство. Сам король во главе третьей резервной баталии расположился возле ветряной мельницы позади основных порядков. Утром 26 августа 1346 года Английская армия была выстроена и готова к сражению. О численности подходившего французского войска, как и о численности армии Эдуарда, можно судить лишь приблизительно. Все источники, как английские, так и французские, сходятся лишь в одном. Французы в сражении при Креси намного превосходили числом своего неприятеля. Дошедшие до нас сведения позволяют определить численность французских сил примерно в 30 тысяч человек, но эта оценка еще более условна, чем в случае с англичанами. Точно неизвестен и состав французских сил. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это присутствие в армии Филиппа наемного контингента генуэзских арбалетчиков. Многочисленная французская армия, которую сопровождал большой обоз, растянулась в походном марше на десятки километров, а потому 26 августа к Креси подошли лишь самые организованные подразделения – отряды тяжелой рыцарской конницы и наемные генуэзцы. К тому моменту, когда король Франции объявился на поле боя, день уже начал клониться к закату. Многие командиры советовали Филиппу отложить бой на следующий день, чтобы дать армии отдохнуть после долгого перехода, тем более, что англичане никуда уходить не собирались. Филипп согласился и отдал приказ авангарду остановиться. Авангард выполнил повеление, но следовавшие позади него французы встретили приказ с недовольством. Долгожданное возмездие англичанам снова откладывалось. Жажда битвы вскоре распространилась и на ставку Филиппа, где горячие головы стали убеждать короля в необходимости покончить с интервентами здесь и сейчас. В итоге войско охватил такой прилив рыцарской доблести, что отложить сражение уже не представлялось возможным. Французские силы выстроились в три баталии, расположенные одна за другой. В первую вошли генуэзские арбалетчики, а также всадники под командованием союзников Филиппа и Иоанна Богемского. Во второй баталии выстроилась элита французской кавалерии, в том числе многие из виднейших дворян королевства. Командовал ими граф Алансонский, пылкий младший брат короля. Третья баталия, которой король руководил лично, включала остальные кавалерийские контингенты. Приблизительно в шесть часов вечера силы Филиппа начали свое наступление, и под грохот барабанов и звуки труб арбалетчики-генуэзцы стали приближаться к позиции англичан. В этот момент над полем поднялся короткий, но интенсивный дождь, из-за которого, как сообщает хронист Жан-Девенет, намокла тетива у многих арбалетов. Пройдя долину и оказавшись на расстоянии 250 метров от неприятеля, арбалетчики попытались произвести несколько залпов. Большого успеха они не добились. Намокшая тетива сильно снижала дальнобойность арбалетов, да и прицельно стрелять в высоту было трудно. В свою очередь англичане во время грозы предусмотрительно сняли тетиву с луков и теперь готовы были ответить сполна. За последующие 30 секунд на арбалетчиков с высоты упал чудовищный град из 15 тысяч стрел. Английским лучникам не нужно было выбирать конкретную цель. Кучность стрельбы гарантировала, что хотя бы часть стрел достигнет цели. Арбалетчики понесли значительные потери. Отсутствие пехотных щитов, повес, которые были в обозе, фактически сделало их беззащитными перед смертоносным ливнем стрел. В довершении Эдуард приказал привести в действие огнестрельные орудия, расположенные на левом фланге. Хватило всего двух оглушительных залпов, чтобы окончательно рассеять ряды генуэзских наемников. Итальянцы начали откатываться, однако путем преграждали наступавшие латники из второй французской баталии. Их предводитель граф Алансонский, увидев, насколько плохо проявили себя арбалетчики, закричал «Убивайте пехоту! Они нам мешают и без нужды загораживают дорогу!» Его всадники безжалостно проехали через генуэстов, поражая презренных беглецов направо и налево. Столкнувшиеся в долине две французские баталии стали для англичан идеальной мишенью. Лучники без перерыва стреляли по навесной траектории, насквозь пронзая и пробивая тела людей и лошадей, руки и ноги латников, нанося им тяжкие увечья и раны. Наконец, отдельные отряды рыцарской конницы начали выходить из создавшегося столпотворения и с характерной французской импульсивностью устремлялись в атаку на английских пехотинцев. С трудом взбираясь на холм под непрерывным шквалом стрел, тяжелые всадники поочередно вступали в жесткую схватку со стройными рядами противника. Но, несмотря на всю свою решительность, французам никак не удавалось закрепиться на возвышенности. Лошади отказывались прорываться сквозь живую стену, в то время как английские лучники продолжали засыпать атакующих ливнем стрел. Потери французов стремительно росли, однако с подходом все новых отрядов их натиск продолжал усиливаться. В общем счете, за время сражения французы совершили 15 атак на английские позиции, каждая из которых отличалась жестокостью и решительностью. Особое давление испытывала правая английская баталия, где командование фактически находилось в руках наставника Черного принца Томаса де Башана, графа Уорика. Здесь развернулась настолько ожесточенная схватка, что граф в один момент стал беспокоиться за жизнь своего подопечного. Томас запросил подкрепление у самого Эдуарда Третьего. Однако король посчитал, что еще не настал момент пускать в ход свой драгоценный резерв. Французский хронист Жан-Фруассар воспроизвел диалог между английским королем и рыцарем, прибывшим от графа Уорика. «Дорогой сир, я послан теми, кто оберегает принца, вашего сына. Они вас извещают, что имеют опасения, как бы военная мощь французов не одолела их, ибо слишком она велика». «А мой сын?» – спросил король. «В каком он состоянии?» «Во имя Бога, сир!» – ответил рыцарь. «Он еще силен, здрав и бодр духом». Тогда сказал король. «Итак, ступайте, ступайте обратно к тем, кто вас послал, и скажите от меня, что для юноши настал час заслужить себе шпоры». С этим ответом рыцарь вернулся назад. Одним из символов сражения и безрассудной рыцарской доблести стала атака короля богемии Иоанна Слепого. Узнав о хаосе в союзных рядах, лишенный зрения монарх обратился к своим рыцарям. «Милые сеньоры, я горячо вас прошу, заклиная вашим вассальным долгом, проведите меня в битву столь далеко, чтобы я смог нанести хоть один удар мечом». Телохранители короля связали вместе по воде своих лошадей, чтобы нельзя было разъехаться, и так двинулись в атаку. Когда они заехали на холм и вклинились во вражеские порядки, на долину уже начинала спускаться темнота. Солдаты из баталии Черного принца храбро встретили немецких и богемских рыцарей Иоанна. В сумерках различить геральдические знаки было уже невозможно, а потому англичане беспощадно расправились с богемским королем и его свитой, не понимая, насколько высокородный вельможа вступил с ними в бой. К моменту, когда поражение французов становилось все более очевидным, вперед двинулась английская кавалерия резерва, которую король наконец отправил в атаку. Приближающиеся конники спровоцировали масштабное отступление французов, а сам Филипп VI в окружении своих приближенных попал в стычку, в результате которой был ранен стрелой в лицо. С окончательным наступлением ночи звуки ожесточенной битвы начали постепенно утихать, и англичане, истощенные многочасовым противостоянием, остались ночевать на холме, еще не осознавая всю степень своей победы. На следующее утро писари тщательно подсчитывали найденные на поле битвы тела. Английские потери были небольшими. Согласно хронике Фруассара, среди англичан погибли три рыцаря и 20 лучников, хотя современные исследователи не склонны доверять этим цифрам. Потери же французов были катастрофическими. Тяжело вооруженных всадников пало 1542 человека. Цвет французского рыцарства. Среди погибших были найдены и принцы крови. В их числе племянник Филиппа, граф Блуа и граф Фландрии, Людовик Наверский. Они были торжественно похоронены вместе с погибшими англичанами. Остальных же бросили в огромные могильные ямы, вырытые крестьянами. После успеха Укреси английское войско продолжило свое шествие по северу Франции. Разорив окрестности Кале, Эдуард оказался на подступах к крепости, которая должна была стать плацдармом для дальнейших наступлений английской короны. Несмотря на решительное сопротивление местного населения и попытки Филиппа снять осаду, город все же пал и на долгие 200 лет превратился в базу для английских рейдов во Францию. События, развернувшиеся на побережье Ла-Манша, оставили отпечаток не только на ходе войны, но и внутриполитической обстановки. Первые успехи военной кампании позволили рассеять сгущавшиеся над Эдуардом тучи всеобщего недовольства, которые были вызваны тяжким налоговым гнетом. На континенте же Филипп VI утратил остаток поддержки среди подданных. В 1346 году удача была на стороне Англии, но все еще могло измениться. Поддержать нас на Патреоне, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!